В самый разгар морозов, амичи жалуются на холод. В своих квартирах замерзают несколько сот человек в центре города. Температура в домах не поднимается выше 16 градусов. А в некоторых столбик термометра показывает и вовсе 8 градусов тепла. В управляющей компании уверяют, изменить ситуацию невозможно. Между тем, люди вынуждены в буквальном смысле выживать в холодных квартирах. Павел Ремнев разбирался в проблеме. Юлия Борзенко просит в квартире не раздеваться. Столбик термометра на кухне. И эта самая теплая комната уже неделю не поднимается выше 13 градусов. В остальных около 8. Для сравнения, в холодильнике должно быть немного холоднее, около 5 градусов. В квартире круглые сутки работает электрообогреватель. Пахнет газом, Юлия зажигает духовку и все комфорки на старенькой плите. Не помогает. На маленьком степе несколько слоев одежды. У нас футболочка, маечка, футболочка, кофта. И получается безрукавочка. Здесь колготочки, штанишки, носочки. Он по полу ходит постоянно. Он самый маленький у нас по росту. Ему достается больше всех. Мы заболели. Но особенно холодно ночью. Невозможно уснуть. Детям не хватает одеял. Такая же ситуация в трех домах по соседству. Несколько сотен человек в этих условиях не живут, выживают. Редко в какой квартире температура поднимается выше 16 градусов. Зато на узле, который снабжает двухэтажки теплом, градус кипения уже давно превышен. Вот, посмотри, сколько мне заявок сегодня потратило. Пожалуйста, смотри. Да где вы? Что же? Ну, заявок много. Надо расправляться. С 30 градусов я вам не могу остановить. Надо нам 30 градусов. У них там мерзкий розы. Не надо 30 градусов. А вы, ты говоришь, где жалов, а? Вы, ты говоришь, где жалов? Рассверите сопо в просчетной. Да я не имею права, б***ь. Вы меня глобированы. Вот смотри, сейчас мы остановим дома, они сразу в верхах все замерзнут. А вы почему довели? А у нас нормально все было? Компания «Альянс» уверяет в том, что жильцы домов замерзают. Вина, конечно, не их. Причина якобы в пятой ТЭЦ. Не догревают именно там. Должно быть 126 градусов, а вода приходит почти на 40 градусов холоднее. Но, как мы выяснили, буквально через минуту здесь, в считных метрах от домов, куда-то теряется еще 15 градусов. Все дело в одной небольшой, но очень важной детали. Распределительное сопло на трубе слишком маленького диаметра. Нужно расширять. Что будете делать дальше? Что будем делать? Не знаем сейчас. С главным инженером будем советоваться. То есть пока у людей так и останется, так правильно? Ну, сейчас решим же что-нибудь. Я не знаю, что решим. Сколько у людей будет в ближайшее время градусов тепла дома? Ага. Вот и получается, что через трубы, с которых, кстати, давно уже облетела изоляция, вода доходит до домов чуть теплой. Если вина управляющей компании будет доказана, ей грозит серьезный штраф. Им будет предписание инспекторам составлено, то есть они должны будут устранить данную, да, причину, почему нарушен температурный режим. Им будет составлен протокол об административном правонарушении, то есть им грозит штраф от 50 тысяч рублей. Между тем, по закону, температура в квартирах не должна опускаться ниже 20 градусов. Государственные жилищные инспекции рассмотрят эту ситуацию в самые короткие сроки. Может быть, после этого в домах потеплеет. И маленький Степан не будет плакать от холода. Павел Ремнев, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.